Друзья, сегодня мы сделаем из нашего полноприводного шорткорса слэша полноприводный монстр трак и поможет нам в этом пролайн то есть возьмем мы пролайнские колеса и кузов потому что стандартный кузов будет узкий так, колеса у нас будут тренчеры 2.86 размер, довольно жесткие с таким серьезным протектором также я на Макс хотел такие же заказать чуть позже, наверное, получится потому что в Максе уже такие убитенькие колесики сюда поставим вот такие то есть сейчас поменяем снимем колеса сначала кузов колеса я особо не прикручивал потому что после зимы я снял лыжи был у нас лыжный экземпляр гоняли на нем не очень так много потому что лыжи все-таки частенько зарываются вот не знаю, попробую в следующем году полностью поставить слэш на лопаты потому что я купил только два колеса и две лыжины были спереди но сейчас у нас был только задний привод проходимость не такая большая была поэтому хочу в следующем году вообще все поставить на лопаты и Макса, и Хоса, и Слэша и какой-нибудь такой соревнованец и сделать так, ставим колеса так, сейчас мы их быстренько прикрутим одно готово следующее колесико я думаю злой такой монстр получится смотрел обзоры от ProLine конечно кузова у них классные и колеса они прикольные делают опа так причем эти колеса не раздувает как например в заводах которые идут в коробке вот ну на слэш это я их не раздувал они и так маленькие были но на Макси да так последнее колесо причем забыл рассказать, что колеса получается сборные тут стоит хаб и он держится на 6 болтках вот эти болтики я просто не взял с собой в гараж аккумуляторную отвертку и поэтому очень долго я их откручиваю то есть чуть ли там руку не свело потому что 6 на каждом колесе плюс есть хабы с другим вылетом то есть я поставился на меньшем тут можно было побольше например сзади ставить колеса пошире тут они поуже смотрелись но я везде одинаковое поставил так вот так у нас все это получилось такой монстр оба так еще самое интересное самое интересное вот такой у нас кузов широкий пробуем его надеть тут село да здесь село тут тоже село вот так он у нас выглядит теперь монстр получается это форт фьюжн а-ля так мы ее назвали монстр фьюжн тут вот такая вентиляция поближе посмотрим так вот наклейки он приходит полностью кузов без наклеек в комплекте идут наклейки где-то минут 30 наверное я их наклеивал ну вот потому что фары там решетки все нужно вырезать здесь уже как бы они готовы просто клеишь вот эти все на крышу на капот но проблем в том что как бы они на прозрачном фоне как я воздух не выгонял все равно видно что там внутри воздух какие-то капельки я даже специальным пинцетиком их проглаживал то есть все равно воздух остается на крыше я понял что нужно их срезать я прям ножиком срезал полностью этот прозрачный фон как бы стал лучше выглядеть но потом я уже понял что надо сразу когда на этих бумажках сразу вырезать этот прозрачный фон и лепить уже чисто вот этот узор поэтому как бы конечно помучался с этим наклейками можно было и побыстрее сделать тут такая вентиляция везде вентиляция и думал что оно придет все закрытое думал дремелем придется резать но нет они все уже подготовили то есть ничего не надо делать вот так у нас выглядит монстр попробуем его уже в деле заехать не знаю сейчас как раз все тает по грязи по там сухой траве попробуем его прогнать в итоге все это естественно приехало из Америки получается комплект из двух колес обошелся в 60 долларов и сама корка обошлась где-то в 70 если я не ошибаюсь где-то 70 долларов да причем забыл сказать очень удобно они сделали не надо никакие магниты ничего какие-то насечки что-то там придумывать уже были готовые дырки точечки разметка но по которой просто уже можно сразу было проделать дырочки и очень удобно не надо ничего подгонять заморачиваться так что теперь попробуем его уже на улице и посмотрим как он будет показывать во внедорожных условиях